Здравствуйте! Мусорная свалка подступает к родникам, питающим Светловодское, что остановит жителей окрестных сел. На учебу в Польше сегодня Аграрные университеты, Варшавская федерация вузов заключили соглашение о сотрудничестве. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Зольском районе, в Урванском районе без воды остались около 3,5 тысяч людей. Возможно, есть и жертвы. Местный житель, перегонявший скот, упал в реку. Его тело еще не найдено. Республиканскому правительству поручено мобилизовать все имеющиеся средства по преодолению последствий стихии и организации помощи людям, а также как можно быстрее во взаимодействии с муниципалитетами приступить к восстановлению инфраструктуры в зоне бедствия. Разобраться с причинами низкого качества берега укрепительных работ, повлекших разлив рек. Обращено внимание специальных служб на необходимость быть на постоянной связи с населением, оперативно реагировать на возникающие проблемы. Перед Министерствами природных ресурсов и экологии, сельского хозяйства КБР, рядом других ведомств, поставлены задачи по оценке масштабов нанесенного республики ущерба. В Старом Чиреке продолжаются поиски пропавшего без вести местного пастуха. По предварительной информации, 59-летний Руслан Сихов утонул, переправляя скот через реку. Информация об этом происшествии поступила на пульт дежурного МЧС накануне. На место сразу выехала оперативная группа. При свете прожекторов была обследована вся прибрежная территория. С наступлением сегодняшнего утра задействовали плавсредства и другую технику. К поискам пропавшего подключилась полиция. По сильную помощь пытаются оказать местные жители. С рассвета оперативная группа с наращением сил и средств выехала по этому адресу. В количестве 14 спасателей, 2 единицы плавсредств, 2 единицы транспортного средства начали обследование русла реки. Мы обследовали правый берег русла реки, средний канал, так как вода прибывает, вода не упала. На данный момент работы не приостановлены. Будем работать до наступления темноты. На данный момент результатов никаких поисков. Сегодня состоялось очередное заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Обсуждался единственный вопрос о ситуации, сложившейся в Кабардино-Балкарии в результате интенсивных дождей. Главы местных администраций и представители МЧС доложили о сложившейся обстановке. Премьер Константин Храмов призвал руководителей управления федеральных служб Оказать всемирную помощь пострадавшим районам, людскими ресурсами и техникой. Местным властям рекомендовано контролировать паводковую обстановку на подведомственных территориях и своевременно информировать людей о неблагоприятной метеорологической обстановке. Синоптики пока кардинальных изменений в погоде не обещают. Помимо этого за вчерашние сутки, в последующие трое суток погода остается неустойчивой, но процессы будут не такой интенсивности, в основном внутримассовые, возможно только точечные сильные дожди. А так в целом, значит, по всем рекам сейчас идет падение уровней, в общем, обстановка нормализуется. Следующий серьезный процесс следует ожидать 26 мая, прохождение фронтального раздела, возможно повторение ситуации. На сегодня в республике уже организована работа межведомственного оперативного штаба по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Определены ответственные лица по всем районам. Премьер дал поручение подготовить письмо в адрес руководства страны с просьбой о дополнительной финансовой помощи пострадавшим районам. Один запрос на 160 миллионов рублей республиканские власти уже сделали. В местах ЧАЭС весь день работали наши корреспонденты. Как удалось выяснить Норжанку Бадиевой, транспортное сообщение с Верхней Балкарией должны восстановить уже этой ночью. Моя коллега о том, что сейчас происходит в Черекском районе. Май 2014-го жители Верхней Балкарией запомнят надолго. Все началось 20-го ночью, когда после двухдневных проливных дождей грязь, вода и селевую массу огромными потоками смели все на своем пути. За несколько часов смыло 50-метровый участок федеральной трассы Курваню-Штулу. Такого разбула стихии здесь не помнят даже старожилы. Я с 57-го года живу здесь. Я никогда не то что видит, я не слышала такую историю. Ни от родителей, ни от старших и сама не видела. Младший сын призывается в армию. Надо было съездить в Наркалу. И пришлось пройти по доске. И прошли. Вот этот маленький деревянный мост, который установили сегодня, пока единственное сообщение между жителями Верхней Балкарии и внешним миром. Внутри самого села размыло несколько улиц. Почти у сотни человек завалило грязью сады, дворы, приусадебные участки. Улицу Казакова теперь смело можно назвать набережной. Вода в небольших арыках течет рекой прямо у домов. Чирек поменял русло вследствие того, что оттуда сошла сель. Чирек поменял русло и вот эту улицу Жангуразову, вот эти огороды, дома снизу подмывают. Там, если какая-то возможность сейчас будет, туда спустить какую-то технику. Надо будет укрепить береговые. Тут очень много берега, укрепительных работ сделать вообще. В Хулам-Абезенкийском ущелье главный удар тоже приняла дорога. Васильевые потоки здесь сошли в нескольких местах. Дорожники расчищают трассу днем и ночью, однако валуны засыпают путь вновь и вновь. В настоящее время дороги очищаются. Вот опять заново, которая засыпала. И есть электроэнергия. К сожалению, опять сегодня, часа полтора тому назад отключился газ. Почему? Потому что опять сошли авария по дороге, сошли камни большие и перегубило вот эти газовые сети. Транспортное сообщение с Верхней Балкарии обещают восстановить уже этой ночью. Когда начнется капитальное строительство сооружений, не может сказать никто. Все будет зависеть от погодных условий. В метеорологии, честно говоря, ничего хорошего не прогнозируют. Грозы, дожди. Будем надеяться, конечно, на лучшее. Но, тем не менее, не совсем благоприятный прогноз для нас идет. Если будет ухудшение погодных условий, то ожидается повторный сход сели. Нуржан Кубадиева, Анзорка Широков, Вести, Кабардино-Балкария. Сегодня удалось восстановить электроснабжение в селах Чигемского района, Булунгу и Эль-Тюбю. Но жители населенных пунктов остаются без голубого топлива. Сейчас на месте аварии на газопроводе работают специалисты. О других деталях обстановки... Большинство жителей имеют альтернативные источники приготовления пищи и обогрева помещений. Передает наш специальный корреспондент Завур Гидуев. Его материал готов к эфиру. Слово Завур Гидуеву. На 52-м километре трассы, это примерно 8 километров до верхнего Чигема, сейчас зияет огромная дыра. Из-за сильных дождей, выпавших накануне, река поднялась до критического уровня. Поток воды был настолько мощным, что газовую магистраль вдоль берега разорвало как спичку. Несколько тысяч жителей Эль-Тюбю и Булунгу остались без голубого топлива. Причем река повредила трассу в нескольких местах. Чуть выше того участка, где не осталось дорожного полотна, проезд загородили валуны, с которыми не справится даже тяжелая техника. По словам сотрудников МЧС, здесь потребуются взрывные работы. Транспортное сообщение с двумя селами полностью прервано. Из-за высокой вероятности схода сели и камнепада автомобили в дачу Хустасырта не пускают. Большой камнепад, сель, осыпь там пока опасно. Дорожники, спасатели и другие службы с трудом пробились к месту аварии. Ценой невероятных усилий сегодня к обеду удалось возобновить подачу электроэнергии, подключив села к линии, которая тянется от безденьги. Оперативно сработали и связисты. По земле временную связь сделали, восстановили вчера. В 9 часов только вчера мы отсюда уехали. Сегодня утром приехали и по той же временной схеме, но уже по горам, чтобы не на дороге лежало. Заново перетянули кабель и временно укрепили, пока ведутся дорожные работы. Грейдер, работавший на расчистке селевых наносов, мы успели снять, поднимаясь к месту аварии. Спустя несколько минут он попал под камнепад. Огромные глыбы буквально искорежили тяжелую технику. Несчастье удалось избежать чудом. Водитель отделался с отречением мозга и ушибами. Его уже отпустили домой. Чтобы возобновить подачу газа в Эль-Тюбю и Булунгу, необходимо сначала восстановить дорогу. По предварительным оценкам, на это потребуется не меньше трех суток. Заур Гедуев, Адмис Абанчев, Вести, Кабандин, Балкария. Далее вы узнаете, грозит ли отравление сточными водами жителям Светловодского, а также о том, какие награды завоевали наши овцеводы на выставке в Элисте. Продолжим после рекламы. Уважаемые потребители электроэнергии. ОАО «Кабалкэнерго», гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Кабардино-Балкарской республики, напоминает о необходимости осуществления своевременной оплаты за использованную электроэнергию в полном объеме ежемесячно до 10 числа. Информирует об открытии нового центра обслуживания клиентов по адресу улица Кабардинская, 152. Режим работы центра в будние дни с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13. Пауэр. Новая немецкая облицовка для вашего дома. Тысячи вариантов цветовых решений и декора. Пауэр. Ваш дом будет красивым. Кабардинская облицовка для вашего дома. Халвич. Вкус здоровой жизни. Спешите! Только до 1 июня. Московский цирк на воде «Аква». Морские животные, шоу фонтанов, сотни костюмов и огненное шоу. Площадка рядом с ТРЦ галерея. Профессионально быстро производим все виды земляных работ на японском мини-экскаваторе. Обращаться по телефону 8 928 910 1141. Магазин «Попугай» представляет торговую марку «Дио». Выбирая краски «Дио», вы получаете качественное покрытие на длительный срок. «Дио» – главный помощник в ваших решениях. В торговом центре «Интерьер 21 век» огромное поступление люстр и зеркал от классики до «Нео Модерна». «Нальчик». Кирова 218 и Головко 206. Впервые в Кисловодске «Золотой цирк Никулина» представляет шоу «Воды, огня и света». Ждем почтенную публику только до 1 июня. Внимание, внимание! Магазин «Попугай» открылся после ремонта. Огромный выбор высококачественной элитной краски. Ждем вас на Шагенцукова 42. Приносим извинения за доставленные неудобства. Финалист телепроекта «Голос» – Гела Гуралия в грандиозном сольном концерте. 24 мая. «Нальчик», Дворец профсоюзов. Телефон 47-71-42. Рынок «Стрелка» предлагает стильные фирменные вещи от известных торговых марок. Распродажи и выгодные акции. Одежда, обувь и аксессуары известных мировых брендов. Здесь вы найдете все на любой вкус и каприз. От нижнего белья, одежды для сна и дома до стильных коллекций верхней одежды для любого сезона. Обращаться по адресу. Город «Нальчик», улица Обидова, 3, рынок «Стрелка». Вводятся новые площади. Добро пожаловать! Решили приготовить праздничный ужин? Ну, у вас мало времени, да и, собственно, опыта? Не беда. Бесплатная сурводоставка ресторана «Арабик Холм» сделает все за вас. Быстро, вкусно и полезно только у нас. Уважаемые абоненты потребителей воды города «Нальчика», в связи с повышением тарифов с 1 июля убедительно просим вас погасить всю имеющуюся задолженность. В противном случае материалы должников будут переданы в судебные органы для принудительного взыскания с начислением штрафов и пени. Если ты решил ремонтом всю квартиру обновить, если много окон Берта, хочешь в ней установить, если строишь дом ты летом, хочешь в смету уложиться, окна Берта. Только в мае. Приходи, договоримся. Это «Вести Кабардино-Балкария». Мы продолжаем. Пока одни люди страдают от избытка воды, другие переживают за ее сохранение. В селе Светловодском водопровод соседствует со свалкой и отходы жизнедеятельности все ближе подступают к источникам. В этой проблеме разбиралась наш специальный корреспондент Наталья Булат. Трасса. Центральная трасса, по которой течет вода. Питовая для населения. Ее ждали 20 лет, а когда добились, стали бояться за качество. Вода в микрорайон Лесгор в Светловодском идет самотеком из трех источников. Родники оборудованы, но с каждым годом к ним все ближе подступают бытовые отходы. «Вот этот, который выкачивает, жижа, поглощающий ряма, который выкачивает, это тоже привозит и выливает. Там и собака дохлый, там и баран дохлый, там тёлка дохлый. Все дохлый там находится». Мусор везют из всех близлежащих сел. От свалки начало водозабора сейчас отделяет всего пара десятков метров. Жители Лесгор опасаются, если отходы попадут в источники, беды не миновать. В прошлом году за помощью обратились в прокуратуру. «И он дал письменное предписание местной администрации и жителям нашего села, что эта свалка незаконная, и дал срок о переносе этой свалки». «Там какой срок был?» «Месячный срок». В этом году написали уже в другие инстанции. Ответ Минприроды удивил и вовсе. Оказывается, на территории полутора гектаров. В северо-западной части Светловодского, по которой проходит водопровод, расположен полигон для твёрдых бытовых отходов. Местные власти говорят, свалка функционирует уже лет 20, но официальная она стала только в 2011. Интересно другое. Паспорт на строительство водопровода утверждён двумя годами ранее. Почему, подписывая документы, не заметили мусор, непонятно. В апреле жители микрорайона пошли в райадминистрацию. Итогом стал сход села. «Собрали совет старейшин села, посоветовались и решили, обозначили место свалкой. Где? За чертой этого села. И пообещала за 15-20 дней ликвидировать вот эту свалку». В самой администрации говорят, участок новой санкционированной свалки уже выбран 3 гектара на границе Светловодского и Итока. Но для переноса требуются средства. «Мне кажется, что в этом году мы этот вопрос решим. Я не могу говорить, что это месяц или два, потому что я скажу неправду. Это нужно сделать уже окончательно, чтобы никаких вопросов у нас больше не возникало». В администрации говорят, чтобы мусор не подступал к водозабору, здесь регулярно работает бульдозер. Но справиться с ветром ему не под силу. Смогут ли власти защитить этот участок уже после того, как свалку перенесут в другое место, и вовсе сказать сложно. В самом районе Лесгор в последнее время на домах все чаще стали появляться таблички «продается». Наталья Булат, Адмир Сабанчев, Вести, Кабардино-Балкария. К другим темам. Мониторингом реализации госпрограмм КБР займется специальная комиссия. Распоряжение ее создания сегодня утвердили на очередном заседании Кабмина. Отвечать за взаимодействие с агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов будет Минэкономики. Мусоросортировочный завод в Урванском районе постановлением правительства безвозмездно передан в муниципальную собственность Нальчика. Взлетно-посадочную полосу аэропорта, находящуюся в госсобственности, сдали в аренду. Также на заседании обсуждена подготовка коммунальной сферы к предстоящей зиме. На 2014-2015 год предусматривается финансирование из республиканского бюджета для приобретения материалов и оборудований для аварийного запаса 6,3 миллиона рублей. Из местных бюджетов, местных администраций, городских округов и муниципальных районов 72 миллиона рублей. И в ней бюджетные источники финансирования. Это за счет предприятий и организаций республики, независимо от форм собственности, 340 миллионов рублей. На разработку генеральных планов и корректировку правил землепользования и застройки муниципалитетам выделяется 33 миллиона рублей. С 1 июля этого года без генпланов никто не сможет регулировать вопросы строительства на местах, предупредил премьер Константин Храмов. Шесть медалей различного достоинства хозяйства Кабардино-Балкарии в числе победителей на выставке племенных овец в Элисте, сообщает сегодня пресс-служба Минсельхоза КБР. Золото и серебро завоевали представители Эльбрус Агроинвест. Копилка достижений племенного завода Степной пополнилась сразу двумя серебряными медалями. Овцы северокавказской мясо шорстной породы, а хозяйство Дарган на втором и третьем местах. Мы видим достижения других регионов, других хозяйств и хотим все это внедрить в себя. Глава нашей республики, Юрий Александрович Коков, поставил перед нами задачу развивать это направление, улучшить, усилить селекционно-пременную работу в области животноводства и в частности обзаводства. Нам не очень нравится, что всего три хозяйства наши принимают участие в этой выставке. И сейчас нами разработаны мероприятия, которые позволят в дальнейшем уже большим количеством хозяйств участвовать. В Элисте республику представляют не только фермерские хозяйства. На территории выставочного комплекса проходит смотр подворий. У студентов Кабардино-Балкарского аграрного университета появилась возможность обучаться в Польше. Сегодня руководство ВУЗа подписало соглашение о сотрудничестве с Варшавской Федерацией высших учебных заведений. Новым партнером подведомственны семь польских университетов и в каждом из них студенты из КБР смогут пройти обучение. Курсы рассчитаны на сроки от года до полутора лет по социально-правовому и инженерно-техническому направлению. Варшавская Федерация высших учебных заведений намерена приглашать и преподавателей для чтения лекций по культуре и традициям народов Кабардино-Балкарии. А польские студенты, в свою очередь, смогут поступить на любой факультет Аграрного университета. По словам исполняющего обязанности ректора ВУЗа Аслана Апажева, соглашение даст новый импульс развития университета, улучшит академические знания в сфере АПК и не только. Это были Вести Кабардино-Балкария. Я напомню, что все выпуски нашей программы можно найти в интернете адрес сайта вестикбр.ру. Всего хорошего и до встречи. Раян. Лучший продукт 2014 года. Глазная клиника «Ленар» имени академика Святослава Федорова. Нальчик. Пачева, 36. Офтальмология для всей семьи. Торговый центр офиса «Дом». Это огромный выбор офисной мебели российского импортного производства всех ценовых категорий. Наш адрес улица Кирова, 294. Много, очень много мебели по выгодной цене. Мебельный салон «12 стульев» представляет лучшие коллекции для вашего дома. Роскошные спальни, столовые и мягкая мебель. Салон «12 стульев». Мебель для жизни. Добрый вечер. Метеовести от Фобос. В регионе сохраняется неустойчивый характер погоды в дневные часы и местами непродолжительные дожди. 18 градусов и осадки в Зольском районе. Погода в горах практически не изменится. У подножия Альбруса прогремя отгрозы. В нем до 9 тепла, ночью плюс 2. В Тернауде облачно. Воздух прогреется до 15 градусов. При переменной облачности в Баксане, Чигиме, Нордкале 25, выше 0 прогнозируют специалисты центра Фобос. Устремятся вверх столбики термометров в Прохладницком, Майском, Терском и Лескенском районах. В светлое время суток от 23 до 28. Погода облачная. Осадки возможны. Северо-западный ветер принесет дожди. И в Кашхатау здесь плюс 15-20. С утра в столице Кабардино-Балкарии 13 со знаком плюс. К полудню до 21 градуса и небольшой дождь. Таков прогноз синоптиков. Всего доброго.